Трам-пам-пам, всем привет, с вами снова Гейн Драгон, у нас сегодня очередная новиночка. Итак, у нас Ultimate Fishing Simulator 2, в общем-то, игра про рыбалку для тех, кто любит половить рыбку. Сразу забегая вперёд, скажу, это вам не русская рыбалка, вот. До русской рыбалки, конечно, к сожалению, не дотягивает, наверное, пока ни одна игра. К сожалению, по объёму функционала, как ни прискорбно. Вот, у русской рыбки есть свои косяки, но мы сегодня про Ultimate Fishing Simulator. Ой, у нас новая очка рейтинга что-то тут замигала. Итак, давайте я вам расскажу что-то о чём и почему. По-моему, мы смотрели её, во всяком случае, я точно её смотрел, демо на одном из фестивалей в Steam. Вот, но сегодня мы посмотрим релизную версию, она там продолжает обновляться, развиваться. В принципе, в принципе, на самом-то деле, если забегая так вот вперёд, она очень неплоха. Очень неплоха. Касочная, приятная, интересная. Вот, есть свои моменты. Итак, давайте разбираться, чего ж тут, на что у нас надевается. Значит, мы на главном экране. У нас, как обычно, есть донатная фигня, вот, если я всё правильно понимаю, как это утроено. У нас есть обычные деньги, которые мы зарабатываем. У нас есть наш профиль сачок, у нас с вами, вот, можно перейти в резиденцию. Давайте с неё, наверное, начнём. Вот, есть такая резиденция, значит, сюда можно всякие трофейчики раскладывать, ставить всякие дополнительные штуки, и у нас есть с вами аквариум. Смотрите, значит, в аквариуме, вот, подходя сюда, можно покормить рыбу. Вон там червяки упали, если видно, вот, много червяков попадало. Но у нас здесь рыбы нет. Левой кнопкой мыши нажимаю. Управлять аквариумом тоже не могу. Почему? Потому что нету ни одной рыбы. Но у нас есть четыре аквариума, куда я могу сажать рыбу, которую поймал я. Если она мелкая, я могу её дорастить до определённого размера и потом продать большего. Но вам надо заходить в игру каждый день или там несколько раз и её подкармливать, потому что она иначе будет голодать. В общем, такая сомнительная себе механика, но прикольная. То есть можно устроить такую то ли выставку, то ли рыборазводную ферму. Непонятно. Тут всякие там трофеи, всякая балабуха. Похоже, что-то есть в охоте тоже, вот, где вы можете все свои штуки выставлять, самые лучшие. Так же у нас есть с вами сачок, его вместимость 35... Ой, у меня 4 килограмма в садке чего-то. Радужная форель, смотрите. Она 4 килограмма. Её могу продать за 10.37. Добавить в аквариум я её не могу, потому что она больше определённого размера. В аквариум можно добавлять только маленькую рыбку. Тут посмотреть можно к трофеям. Допустим, если я добавлю трофея, она где-то там появится на доске. И я могу посмотреть её в 3D. А 3D-шечка, в принципе, очень неплохая. Мне понравилось. То есть ребята поработали неплохо над этим делом. Вот, можно продать, можно выпустить. Десятка, в принципе, неплохая цена. Но давайте 4 килограмма ровно. Давайте попробуем добавить к трофеям, да. Вот, трофей 1. И почему-то я не могу в резиденцию свою пойти. По той простой причине, потому что я в ней ещё нахожусь. Теперь бы самый главный вопрос. Где бы мне увидеть мой этот трофей? Вот, это вот мне вообще никак не подсказывают. И если я... Кстати, вот это вот картинки локаций, которые доступны для рыбалки. Сейчас мы быстренько пробежимся. Жалко здесь shift. Вон она. Ой. Радужная форель 4 килограмм. Прикиньте, какая она мелкая. Для 4 килограмм. Я так понимаю, все рыбы будут такие. Ну, короче, как-то она странно сделана. Покинуть локацию снизу кнопка, она не очевидна, чтобы реально выйти из локации. Вот так это работает. Теперь я могу обратно перейти в резиденцию и прочее, прочее, прочее. Я тут немножко прокачался. Вот. Поймал кое-какую рыбку. У нас с вами турниры. Есть снасти. Снасти это то, что принадлежит мне. У меня можно собрать до 5 комплектов. Ну, как у меня. У вас тоже можно будет собрать разные комплекты. У меня здесь поплавочное удилище. Здесь блесна. И дальше пустота. Аксессуары всякие у нас пока что нет. Значит, навыки. У нас есть с вами навыки, которые можно прокачивать у персонажа. Есть интересный навык. Например, вот рыбка растет в аквариуме быстрее. То есть, можно прокачивать, чтобы рыба... Ну, не знаю, сомнительная татука для меня. Сначала кинулся к ней, но потом понял, что это фигня. Вот. Если рыба сорвется, крючок и наживка останутся у вас, например. Ну, то есть, можно... Тут повышает стоимость шанса покупать предметы по выгодным ценам. В общем, надо смотреть. Тут сомнительные, короче, скиллы по сравнению с той же русской рыбалкой, например. И задания. Задания у нас есть ежедневные, еженедельные и ежемесячные. Значит, еженедельные задания и ежемесячные открываются за поинги, которые вы должны получать, выполняя ежедневные задачи. Иногда можно изменить задачи. Вот, по-моему, раз. Вот. Поймать 3 килограмма рыбы определенного вида плотвы. Поймайте рыбу любого вида общим весом 5 килограмм. Мы пойдем ловить, короче, это дело. Это общая статистика. Кого я тут что поймал? Рыбы тут достаточно много разной, как видите. То есть, рыбы дофига. Вот тунцы тут всякие большие. Есть общая помощь. Вот. И, в принципе, все. На главном экране ничего такого нет, кроме магазина. Есть, опять же, готовые наборы. Они доступны от определенного уровня. Ну, не только набор. Любая вообще, в принципе, снаряга доступна от определенного уровня, что, как бы, заставляет вас прогрессировать и не дает вам быстро рвануть. Есть ли здесь премиумная фигня или нет, не знаю. Всякие подставки есть. В общем, сейчас вернемся, будем смотреть. И следующее, что я могу сделать, это, самое главное, пойти на рыбалку. Значит, на рыбалку у нас доступно туториал. Прут нафиг, пропускаем сразу. Доступно Jackson Community в United States. Потом залазки Летницкую, короче, где-то, не знаю, где она тут, в Польше, наверное, я так понимаю, или в Чехии. Регион там, вот тут у нас Словакия есть. Потом у нас есть Кильский канал с 14 уровня будет доступен. Дальше у нас Курейское озеро в России с 22 и Таиланд, где можно будет всяких тунцов ловить с 27 уровня. Пока у меня открыта вот Словакия, потому что я уже в 8 уровня. Значит, они разные. Давайте пойдем, ну, не знаю, давайте пойдем, вот, Словакия, возможно. Вы можете выбрать, когда вы хотите туда пойти, день, ночь, утро. Погоду вы можете выбрать. Давайте ясное небо оставим. И можете посмотреть, какие есть на карте, значит, рыбы. Давайте пойдем на рыбу. Нам сейчас это все дело загрузит. Мы с вами загрузились, значит, вот у нас локация. Значит, по локации можно двигать свою тушку достаточно в обширных пределах. Она сразу онлайновая, там вот снизу чат, вся вот эта байда онлайновая появляется. Вот, кое-те даже можно ходить. О, прикольно. Я этого не знал. Значит, если нажать кнопочку М, вот у нас наша локация. Я могу быстро перемещаться в определенные точки. Например, вот сразу сюда. Раз, переместился. Если вы играете на сверхреалистичном режиме, у вас, по-моему, перемещение быстрого будет недоступно. Не знаю, можно ли забраться на тот мост и словить с моста, но он такой выстрелит, по-моему, это нерационально. Давайте, не знаю, на четвертое место сходим. Так, я здесь еще не был. Вот, по воде я перемещаюсь медленно. Давайте здесь будем что-то ловить. Значит, я вынимаю свой первый комплект. Это у меня спиннинговое удилище. У меня на нем что-то даже там лежит. Там какая-то блесна. И давайте мы с вами попытаемся это дело закинуть. Сейчас я вспомню, как это кидается после русской рыбалки. Чёрк. Я закинул. Не знаю, есть ли звук в игре или нет. Значит, дальше я останавливаю. У меня есть фрикцион. Я тут все это могу настраивать. Скорость движения. Вот, двадцатку. И есть еще такой самый интересный режим. Вот. Это режим посмотреть под воду. Вот, у нас есть фонарик. И сейчас я вспомню, как под воду. Нет. Под воду у нас вот так смотреть можно. Вот. Значит, у нас тут всякие рыбы водятся. В сверхреалистичном режиме у вас этого режима не будет. Вот. Ну, давайте начнем потихонечку тянуть. И вот наша блесна поехала. Вот такое у нас днище тут. Вот. Не знаю. Поймаем мы здесь кого-то, не поймаем. Но можно смотреть, как это делается. Если вы работаете в реалистичном режиме, вы можете вот только так смотреть. И у вас вот есть зеленый. Справа отмечается равномерное ведение блесны. То есть, разные блесны требуют немножко разного ведения. Можно сделать медленнее. Если вы медленнее сделаете, то елки медленнее сделаете. Она у вас будет больше по глубине идти. Вот я ее почти подмотал. Так что можно вытянуть ее. И давайте ее попробуем шваркнуть вот туда. Вот правой кнопкой мыши я забрасываю вот четко. То есть, это хорошо для поплавкового удилища. Естественно, не для спиннингового. Вот. И левой кнопкой мыши я вот забрасываю. Опа. На максимум куда-нибудь туда шварк. Вон рыбка плывет, смотрите. Опа. Бульк. И смотрим. Видите, тут достаточно неглубоко. Вот. Поэтому у нас здесь опускать не некуда. Тут, наверное, форель какую-то ловить хорошо. В принципе, неглубокое. Возможно, не самое лучшее место для ловли. Хотя, вот смотрите. Там кто-то крупный достаточно водится. Но рыбалка есть рыбалка. Это же не аркада, которая постоянно клюет с первого заброса. То есть, часто приходится вытягивать впустую. О, смотрите. Вот, значит, я подсек. Появился треугольничек. Значит, треугольничек появился. Это то, что рыбка у нас зацепила. Я фрикцион немножко опущу. Опа. Рыба сорвалась. Я не успел фрикцион опустить. Потому что я забыл, как опускать фрикцион. Прикиньте. Это у нас. Давайте посмотрим на Tab Quick Help. Фрикцион здесь есть? Нету. Значит, придется нажать у нас Escape. Нажать помощь. Где она у нас тут есть? Вот. И посмотреть, как опустить фрикцион. Где фрикцион? Ага. Вот фрикцион. Вот здесь. Плюс-минус и Page Up. Все. Я не то нажал. У меня оторвалось все. Теперь смотрите, что мне приходится с этим делать. Неполный комплект. Мне придется теперь здесь выбрать, что же я хочу сюда подцепить обратно. То есть, я могу на всякие кормаки вешать туда и прочее. Давайте поставим Basic Robinson. Вот этот вот так. Вот он ее перенацепил. Кого-то мы слишком крупного зацепили. Если обратили внимание, снизу леска, удочка и катушка. Это три показателя, которые говорят, где у вас самое тонкое место. То есть, если, конечно, будет долго в красной зоне, естественно, что-то где-то поломается. Давайте сейчас посмотрю еще раз фрикцион. Где он тут у нас? Вот фрикцион плюс-минус. Вон он меняется. Видите? 50-60. Давайте 60 оставим. Скорость введения поставим 20. И начнем выуживать чуть-чуть. Посмотрим, как эта блесна играет. Возможно, мы что-то и зацепим. А возможно и нет. То есть, гарантировать, что то, что вы видите, что они тут будут реагировать так, как вы себе хотите, ну, никто не может. Но это больше визуально развлечение такое. Вот видите, она у нас поверх уйдет. Я сделаю медленнее введение. Вот она чуть-чуть остановилась. Вот, по-моему, у нас сейчас схватят. Нет? Нет. Видите? Я сделал медленнее. Видите, она опустилась чуть-чуть. Можно опустить еще. Вот введение. Но если мы хотим... О-о-о, смотрите. Раз. Опа. Вот. Вот. Мы поймали. Так. Теперь я увеличу скорость введения. И видите, по чуть-чуть ее подтягиваю. Вот. Вот. Правая кнопка мыши удерживаю. Благо она была близко. И вот мы ее выловили. Если идет большой крупняк такой, появляется измеритель. Господи, я забыл, как он называется, когда вы меряете. Кантер. Вот. И он показывает вам вес рыбы и говорит, что это кумжа. Дальше вы можете ее либо оставить, получив experience, либо выпустить, получив еще больше опыта, но при этом не получить денег. Потенциальная цена 38. Видите, он даже говорит, что это новый личный рекорд. Давайте я ставлю, потому что нот хорошая. Вот. Я звук услышал от игры, наконец-то. И давайте продолжим. Здесь, судя по всему, речечка у нас все-таки для ловли на спиннинг. Или, не знаю, есть ли тут нахлыст там работа или нет. Можно вот десятку ставить и на десятки вести. Здесь не глубоко. Десятка, 14. Где-то вот скорость введения. Вон там еще кто-то. По-моему, это тоже кумжа. Можно чуть ускорить, чтобы она по дну не шла, например. Опять же, вы не видите, когда вы работаете вот так. Вы только можете ориентироваться на вот этот индикатор блесны, которая туда-сюда. Это рыба, что ли? Вот это спина рыбы. Да. Удар. И мы ее... О, какой бросок прикольный был. Увеличиваю скорость. Видите, леска натянута достаточно крупно. То есть, надо управлять фрикционом. И надо ее немножко вот так вот подтягивать против. Ну, тут концепция такая, что против хода, чтобы ее утомить. Где она там? Куда она уже уплывала? Фрикцион можно немножко дотягивать, чтобы ее вытягивать. И некоторые были у меня такие экземплярчики. Это вот новые здесь. Я здесь еще не ловил. Иной раз бороться приходится реальных там минут 5-7. То есть, с одной рыбиной. То есть, ее мучать, мучать, мучать. Ну, в общем, иногда интересно. Помурыжить ее. Кто у нас тут? Семга. Новый личный рекорд. Смотрите. Видите, вот он так вот превращает, когда она совсем большая. Из тех, что было. Он показывает нам камеру третьего лица. Длина 56. Вес почти 2 600. Семга. Можем оставить за 24. Можем отпустить. Я оставляю. Опыт набирается и так. В принципе, я не спешу куда-то на более продвинутые локации идти. Потому что, на самом деле, а чем там ловить, если у меня снасти не выдерживают. Поэтому я остаюсь обычно больше в садок забираю, чтобы прокачивать денюжку. Это полезнее, мне кажется. Давайте посмотрим, что здесь. Ага, здесь мы ползем по дну. Это можно даже немножко ускориться. Это равномерное ведение. То есть, разная рыба. Разная по скорости. Разная по повадкам. Это чувствуется иногда. Иногда. Иногда не очень. Не знаю. Я не супер крутой там рыболов, чтобы до такой степени говорить. Вот, нет. Это вот там. Все так ведет. Вот это по-другому. Но сейчас я покажу вам поплавочную снасть. И вот по поплавочной снасти, ну, заметна разница. Но, опять же, возвращаемся, наверное, на сегодняшний день пока к более-менее эталону. Это русская рыбалка. В русской рыбалке очень видно по поклевке, по поведению поплавка. Кто-кто. Ну, паралька, давай. Нет? Я тебе не интересен. Ну, вот, видите, меня переключило, когда я близко подхожу. Так, ладно. Мы здесь половили. Давайте мы сделаем так. Мы отсюда покинем локацию. Все приходится делать через главное меню. Выходить. То есть, я не могу поехать сразу на другую локацию. Давайте пойдем на другую локацию. Вот возьмем вот это. Вот это озерцо. Возьмем здесь утречко, ядное небо. И пойдем на рыбалку вот сюда. Посмотрим на локацию эту. Вот эта локация у нас состоит из речечки. Вот, Залацки, Летний Ско и озера. Значит, давайте, вот мы находимся здесь. Я не знаю, куда сходить. Давайте сюда сходим. У нас чуть развернуло. Вот у нас вот такие... Ой, гляньте, кто-то плавает. Утки. Вот такие кушери у нас тут. Ну, давайте попробуем здесь что-то половить. Сейчас найдем место. То есть, я же говорю, вы перемещаетесь, но вы не ограничены сильно, где лазить. Вот, встанем здесь в кушери. И достанем удочку с поплавком. У меня здесь горох стоит. Это не лучшая идея. Давайте сейчас попробуем, не знаю. Ну, на червя просто. Самое банальное, да? У нас здесь, в принципе, все нормально. Сейчас он его переоденет. Дальше. Длина подлеска. Это, грубо говоря, глубина. Дальше я могу либо забросить правой кнопкой мыши. Вот. Что-то он ее не взял в руку нормально. А что ты ее не взял нормально? Эй. А ну, дружище, возьми. Эй, баженька. Походу. Не хочет он ее брать. Ладно. Закинем вот так. С нормального, свободного заброса. Иди сюда. Мы аж под теку шире забросили. Смотрите. Здесь я могу посмотреть. Значит, вот у нас даже рыба какая-то плавает. О, карп там. Да. И также я могу посмотреть сейчас вот на поплавок. Вон он прям плывет. Карп видно было. То есть, можно здесь в поплавочной снасти переключаться. Значит, если я не хочу, я могу смотреть только на поплавок. Опять же, с правой стороны. Потому что отсюда нифига не видно. Можно только вот так смотреть. Можно чуть подобрать лесочку. Чтобы она не в натяжечку чуть-чуть была. Фрикцион, скорость, подмот. Ну и вот, в первую очередь, стоите и ловите. Сказать, что здесь сильно удобно и понятно, нет. Поэтому я ловлю вот так. То есть, я просто смотрю, когда оно хватает. Потом переключаюсь и делаю уже подсечку. Вот сейчас, по-моему, хапанет лещ. Опа. Вот, я его взял и я теперь подматываю. Нагрузки на удочку особой не было. Вот сейчас фрикцион чуть уменьшим, потому что пошла нагрузка. Подматываем по чуть-чуть. Ну, в принципе, хорошо идет. Нормальный. Лещ обыкновенный. Да, я правильно увидел его. Видите, тут даже рейтинг его какой-то есть. XP 16, цена 7.88. Как понимаете, ну, в общем, разная рыба стоит по-разному. Смотрите. Есть у нас тут локации. Я вот не помню, тут это. А, нет, это не на этой локации. Это на первой локации, по-моему. Это я на второй. А на первой локации там есть и тоже проточная речечка, и где можно и поблеснить. Там окунечки водятся и все такое просто. Все зависит от того, что вам нравится. Какой вид ловли вас больше устраивает, на тот вы и нацеливаетесь. То есть, конечно, поплавочное, ну, странно, я не знаю. Мне не очень понравилось введение. Вот, F3, посмотрим, я выполнил два задания, видите, сегодняшнего. Поймать рыбу любого вида общим весом 5 килограмм и поймайте рыбину любого вида весом не менее 0,75. В принципе, я выполнил, получил какие-то очки. Их надо пойти будет взять в меню. Давайте я вам покажу, потому что тут на самом деле, в принципе, вся игра. Дальше вы просто ловите, развлекаетесь со снастями, и дальше, дальше, дальше. Значит, я возвращаюсь из локации в общую, как говорится, базу. Далее я иду, смотрю вот на задание и говорю, здесь награду забрать. Мне дают еще ко всему денег. Вот, видите, одно очко заданий получил, и здесь час 60, и еще одно очко заданий. Дальше я могу активировать себе либо еженедельные задания, либо ежемесячные. Дальше у вас там потом какие-то турниры пойдут. Давайте заглянем, кстати, в турниры. Я давно сюда не заглядывал. У нас турнир, вот у нас есть реальные участники. Он идет, значит, продолжительность 50 минут, цена участия 50 баксов, разрешенный метод все, призовой фонд 150. А что надо сделать? Надо наловить больше всех рыбы. Вот у человека уже 14, то есть вы можете присоединиться. Осталось время до конца 14 минут. Ну и сами думайте, хотите вы, получится у вас 14 или нет. Можно создать свой турнир, мои турниры, турниры для игроков, ежедневные турниры. Он идет вот 4-5 часов, призовой фонд 1750, это очень часомо, потому что, хотя я 1300 уже зарабатывал, ничего себе. Начинаете вы там что-то с 200, ну вы цены не вели за рыбы. И самая крупная рыба. Вот человек поймал 18, то есть я однозначно 18 не вытащил. Белая мур поймал, нифига себе. Я максимум что вытаскивал, ну там 3 или 4. Давайте посмотрим, вот личные рекорды, да? Личные рекорды. У нас есть рыбопедия. О, ничего себе, ух ты. Слушайте, а я хочу половить таких. Барракуды, толстого. О, ничего себе. Слушайте, а тут нормально, группер. Слушайте, этот группер вырастает до очень больших размеров. Пилот 200 может весить, а то и больше. Слушайте, сколько? Нифига себе. Даже, я хочу. Надо, правда, прокачиваться. Личные рекорды нельзя посортировать. То есть можно просто посмотреть по конкретному виду рыбы. По конкретному виду рыбы. Ну вот, 6.85 я ловил форель, видите? То есть я вытащил 6. То есть 18 мне, конечно, не вытащить, как вы понимаете. Поэтому на турнир сейчас мне с моими местностями идти нет смысла. Вот самая большая щупка 0.37. 370 грамм. Семгу я выловил на 2.5. Да. Ну, самый большой, так получается, у меня был, да, действительно. Радужная форель. Да, я помню, я с ней боролся долго. Вот, в принципе, вот эта вот вся игра. То есть это какой-то такой средний баланс между русской рыбалкой и недавно вышедшим недоразумением. The Thing World The Angler, потому что это было полное разочарование, к сожалению. То вообще детская аркада непонятно про что. Я так ждал-ждал, думал сравнить две игры, но понял, что то-то сравнивать не с чем. Поэтому кому нравится рыбалка, можете смело заходить. Вот, оно имеет место быть, интересное. В принципе, можно половить, механики красивые. А если вы играете в русскую рыбалку, то смело можете, наверное, проходить мимо. Если для вас русская рыбалка слишком заумная, много всего и много какого, вот это, как говорится, будет на английском middle ground, да. То есть это что-то, хороший такой среднячок между непонятной аркадой и сложной русской рыбалкой. Поэтому на сегодня все. Всем спасибо. Увидимся в следующих сериях. С вами был GoldenDragon и всем хорошего настроения. Пока-пока.